Сегодня у нас проект Балаковского репортера, который называется Декамерон. И я расскажу вам очень занимательную историю, которая произошла со мной на абитуре, когда я поступал в Екатеринбургский государственный театральный институт. Так, представьте себе абитуру. Институт. Нужно пройти четыре тура, и на одном из туров нужно показать групповой этюб. Групповой этюб массовый, естественно. Ну, это более чем два человека. Ну, лучше там, ну, не знаю. У нас было трое. Рассказываю. Значит так. Я пока думал, что же мне показывать. Мне подходит мое будущее однокурсник. Говорит, Борис, у меня такое предложение. А давай к этому поучаствуешь с нами в этюде. Я говорю, вообще не вопрос. Мне даже меньше думать. Хорошо, поехали. Итак, ситуация такая. Сцена, три столика, которые символизируют кафе. Заходит девушка. У девушки в руках журнал. У девушки в руках журнал, на котором написано «Знакомство». Она пришла, договорившись с парнем познакомиться, еще с ним ни разу не виделась. Этот волнующий момент. Она выходит, смотрит. Его там нет, его там нет. Что же делать? Сердце бьется в груди. Она садится за столик и сидит, ждет. Выхожу я, смотрю на нее. У меня тоже в руке журнал «Знакомство». Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Мы смотрим друг на друга. Но я в последний момент думаю, нет, нет, нет. Я трясожусь за соседний столик. Заходит третий, как раз вот этот парень, который мой будущий докурсник, посмотрел на нее. Она посмотрела на него и тоже такой смотрит потом. Не знаю, не знаю. Сел на другой столик и сидим, друг на друга смотрим. Это где-то занимало минуту. Смотрим друг на друга. Потом мы с ним остановились взгляд друг на друга. Встали, делились за ручки и спокойно ушли. И вы представляете, похихикивает только один ученик Товстаногова, художественный руководитель курсов в театральном институте. Он говорит, а что это вообще было? Мы говорим, ну, понимаете, это он объясняет точнее. Мы говорим, мой докурсник, вы понимаете, они все хотели познакомиться через журнал «Знакомство». Он говорит, ну это я понял, что же дальше? Ну, понимаете, вот вышла она, ну все, это видел. Ну, вышла она, вышли они, что же было? Ну, они все, вот, ну вот парни оказались, они другого цвета. В смысле другого цвета, я не понял. Ну, понимаете, и цинентрадиционные ориентации. Что? Ну, они, что? Скочила Анисима Фигаря. Никогда не было на этой сцене и не будет. Мы все пошли оттуда. Леша вернулся в будущем на курсике и сказал, уже было. Так что вот такая вот прекрасная история. Всем желаю добра, счастья, веселого, прекрасного настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok